Девушки отдыхают За последовательную поддержку Украины Соединенными Штатами Президент США Барак Обама обсудил катастрофу Боинга с главами ФРГ Великобритании и Австралии, сообщает Белый дом Великобритания, как и США, склоняется к мысли, что Боинг над Украиной сбили сепаратисты Как заявляет Лондон, есть доказательства, которые свидетельствуют, что самолет был сбит ракетой «Земля-воздух», запущенный из района неподалеку от населенного пункта Торрес на территории контролируемой сепаратистами Дэвид Кэмирана и Барак Обама высказали за независимое расследование катастрофы лайнера и решили оказать давление на Россию в последующей неделе, если не будет доэскалации конфликта на востоке Украины Сепаратисты не могли сбить пассажирский самолет без российской поддержки Об этом заявили в Пентагоне В ведомстве очень сомневаются в умении сил ДНР пользоваться комплексом БУК Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что власти США пока не могут точно сказать, кто несет ответственность за гибель сотен пассажиров авиалайнера Однако известно, что ракетный удар по малазийскому Боингу был нанесен с территории, контролируемой сепаратистами У меня нет конкретной информации по поводу комплексов БУК Это сложная система и трудно предположить, что сепаратисты могли использовать ее без, по крайней мере, какой-то технической поддержки со стороны России Ответственность за сбитый на востоке Украины БОНГ лежит на России и лично на Владимире Путине Об этом в эксклюзивном интервью БТБ заявил американский эксперт по вопросам безопасности Томас Николс Он подчеркнул, что у сепаратистов на Донбассе подотчетны Кремлю, именно Москва снабжает их оружием В то же время после последних событий России станет крайне тяжело наладить отношения с любой страной мира, считает эксперт Я считаю, что ответственность лежит на России, потому что сепаратисты, которые запустили эту ракету подотчетны Москве, их снабжает Москва Ответственность лежит на России, независимо от того, россияне ли непосредственно стреляли Именно военное вторжение России в Украину сделало возможным подобные ситуации Ответственность лежит на Кремле и Владимире Путине Запад не может сделать ничего для того, чтобы вернуть самолет И я не знаю, будет ли ужесточать санкции Но русским определенно станет тяжелее жить в мире, потому что международная политика опирается на много вещей Включая доверие, уважение, уверенность в том, что партнер цивилизован Россия попросту растоптала эти понятия У нее уйдет очень много времени на то, чтобы восстановить их Я не знаю, кто смог бы их восстановить, пока Владимир Путин остается президентом Это простые вещи, которые затрудняют дипломатические отношения страны И сегодня станет известна делегация ОБСЕ, которая направится на место крушения самолетов Донецкой области В МВД отмечают, когда украинские сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям попали на место катастрофы Они увидели, что к этому моменту были ограблены сумки, чемоданы погибших Террористы забрали деньги, драгоценности, спиртные напитки, телефоны, банковские карты По результатам прослушки стало известно, что террористы думают, как обналичить деньги с банковских карточек иностранных граждан Рассказал советник министра МВД Антон Герасченко Спасатели работают под дулами автоматов боевиков Террористы отбирают у них все вещественные доказательства, отмечают в СНБО В то же время ОБСЕ призывают всех присутствующих на месте авиакатастрофы Сохранить его нетронутым, не трогать доказательства, не передвигать или уничтожать обломки лайнера Оборудование, личные вещи пассажиров Ну и на месте падения авиалайнера Boeing 777 обнаружены тела 186 погибших пассажиров Об этом сообщают при службе ГОСЧС Украины Определена площадь поисковых работ в 25 квадратных километров Уже исследовано около 18 квадратов Водолазная группа обследовала часть входящего в поисковую территорию водохранилища Аэропорт Луганска разблокирован под контролем украинских военных и юго-восточная часть города Также подразделения сил АТО вошли в аэропорт Донецк Наступательные действия ведутся в районе городов Лесичанск и севера Донецк Национальная гвардия при поддержке артиллерии вооруженных сил Украины заблокировала важный транспортный узел Донбасса Который является ключевым на востоке Украины Вооруженные силы продолжают освобождение населенных пунктов Украины от группировок боевиков Ну а Славянск возрождается Восстановлены линии электропередач ведущих к городу Они получили серьезные повреждения во время боевых действий Электрооборудование в городе начали восстанавливать еще 5 июля Сегодня утром энергетики уже должны подать напряжение в Славянск Возобновили и движение всех маршрутов общественного транспорта Вновь работает санэпидемслужба Ее бригаду проверяют питьевую воду в частных и общественных колодцах Сейчас в Славянске работают три группы по выявлению и оценке последствий боевых действий Уже в ближайшее время Международный валютный фонд может предоставить Украине Второй транш кредита в размере 1,4 млрд долларов Таков результат визита миссии МВФ, которая работала в Киеве с 24 июня Как сообщил руководитель миссии Николай Георгиев, совет директоров МВФ утвердит решение до сентября Украина справилась с поставленными перед ней задачами Несмотря на обострение ситуации в восточных областях, которая безусловно негативно влияет на экономические показатели страны в целом Такой вердикт миссии МВФ после почти трехнедельной работы в Киеве По заключению миссии шаги, которые нужно было реализовать в рамках этого этапа, в целом выполнены Показатели и структурные маяки, которые были определены на конец мая, выполнены за исключением одного И это на самом деле является значительным достижением Потому что с учетом обострения конфликта на Востоке, можно делать вывод о том, что выполнение программы и показателей было осуществлено в условиях, которые оказались гораздо сложнее, чем предполагалось изначально Ближайшие задачи для Украины в финансовом секторе – усиление структуры денежно-кредитной политики, подготовка к переходу на инфляционное таргетирование, снятие ограничений на валютном рынке и пополнение золотовалютных резервов Национальный банк Украины, как и ранее, намерен продолжать сотрудничество с МВФ в рамках совместной программы Как вам известно, это экономическая программа, которая осуществляется между Украиной и МВФ при поддержке МВФ Национальный банк намерен продолжать эту работу Мы будем вводить соответствующие инструменты денежно-кредитной политики, которые согласованы с МВФ Кроме того, Украине нужно улучшать предпринимательский климат, повышать платежную дисциплину в энергетическом секторе, укреплять фонд гарантирования вклада физических лиц и крайне экономно расходовать средства государственного бюджета Решение по второму траншу в сумме почти 1,4 миллиарда долларов США по рекомендации миссии будет принимать Совет директоров МВФ Такова процедура. По срокам это должно произойти еще до конца лета Суд села Новоусмань в Воронежской области вчера выпустил постановление об аресте украинской летчицы Надежды Савченко Нашу соотечественницу обвиняют в совершении тяжких преступлений в отношении граждан России на территории Донецкой и Луганской народных республик Написал адвокат летчицы Марк Фрегин на своей страничке в Твиттере Но тем временем Надежда Савченко написала письмо президенту Украины Петру Порошенко В своем послании она попросила главу государства прежде всего помочь стране Летчица пишет Я-то выдержу, а вас я искренне прошу помочь Украине Хочу верить в то, что у вас все получится лучше, чем у предшественников И на нашей земле наступит мир и согласие У вас для этого есть все возможности и верю, что есть желание и мудрость Написала Надежда Савченко Далее на БТБ анонс оставайтесь с нами, до встречи Евросоюз опубликует новые критерии санкций по Украине против лиц и компаний, в том числе из Российской Федерации После этого будет продолжена работа над составлением перечня лиц и компаний, которые попадут в новый санкционный список В Австралии день траура в связи с крушением Boeing 777 малайзийских авиалиний в Украине Австралия потеряла в катастрофе 27 своих граждан Кроме того, в Сиднее состоится встреча министров торговли стран Большой Двадцатки Будут обсуждать вопросы мировой торговли и защитные пошлины С казахстанского Байконура запустят ракету-носитель с четвертым биологическим спутником Фотон-М В двухмесячный космический полет вокруг Земли отправятся 5 гекконов, мухидрозофилы, микроорганизмы и семена высших растений Субтитры создавал DimaTorzok